Доброго времени суток, друзьяшки, с вами канал Зяблик, мы продолжаем, начинаем... Блин, мне уже заебало. Мы начинаем играть в Аура Кингдом, и... О чём игра? В MMORPG в стиле аниме, ну, вроде бы как неплохая, как бы, видите, качнул 43-й, левел чара, и... Пока что не надоело. А почему не надоело, вы узнаете позже. Блин, ебаный дракон. Нажми Create, Крис. А пол выбрать нельзя? Пол можно. Потом, когда предчеркты. Я тебе говорю, ну, ты понял, я тебе говорил, кого мы будем делать. Кого? Пол какой. А, такой. Да. Да, ну, я тебе не говорил, какой класс. Класс ты можешь выбрать любой, потому что, как бы, знаешь, когда мы будем вдвоём, не сильно будет важно, какой у нас класс. Так, что у нас? Это у нас гладиатор. О, гладиатор. Гвардиан. Как бы обычный танк. Деф, как видишь ты, Крис, это деф в троечку. АОЕшник, синглтаргет, и немножко саппорт. Ну, и немного Эвейжена. Ну, танку Эвейжен не особо нужен. Ревейнджер. Ну, это как по-нашему Берсеркер, по сути. Это как бы, видишь, какое у него топорище. Ну, АОЕшник. Причём АОЕшник неплохой такой. Дальше что у нас идёт? Дуэлист. Дуэлист. Ну, ассасин даже. Древейжен максимум, синглтаргет максимум. То есть, такой ассасинчик из... Неоткуда нападает, выносит тебя. Ну, знаете, как обычный МРПГ. Так. Ганслингер. Ганс... Гун... Гунслингер. Да. Эхэм. Что-то он какой-то... Вот это, кстати, довольно сбалансированный класс. Вот это, чувак. Ну, как же... Знаешь, тут можно даже из мужика сделать девушку. Я знаю. Ты, кстати, какой класс взял? Я этого, дуалый. Я так и знал, что его возьмёшь. Кого же ещё ты можешь взять? Так, ладно. Синглтаргет, ауэшник немножечко. Ну, довольно сбалансированный класс. Вот чувак с гренадёры. С мортирой, скажем так. Ну, мортира. Такая неплохая пушка. Синглтаргет, ауэшник больше. То есть, это как... Он даже, кстати, получше. У него хилинг есть. И всякая остальная фигня. Так. Ну, в общем, такой, знаете, дэдэшник. То есть, вот этот все дэдэшники идут. Потом что у нас идёт? Бард. Ну, бард, саппорт, хилл и всё остальное. Я, кстати, знаешь каким? Я хочу сейчас взять какой-нибудь класс, а потом субклассом на 40-ом левеле взять барда. Неплохо же будет, по сути-то. Ну да. Хочешь, я тебе расскажу прикол? Тут нет маны. Ты представляешь это? И получается, скиллы можно постоянно без маны использовать? Ну, у них кулдаун есть. А кулдаун уменьшается с помощью скилл... С помощью этих прокачки перков. Ну, не перков, а с этих пассивок. Которые, ты помнишь, вчера кидал скрин? Ну, саппорт. Хилинг в максимум. Саппорт почему-то на двоечку. Я не знаю почему. Кажется, или создатели тут тупо не заморачивались с мужским персонажем. Да тут вообще, понимаешь, это такой стиль игры, то что тут, как и Royal Quest, точно так же. Довольно сильно выбора никакого нет. Нет, зато костюмов до херища просто, ты не поверишь. Тут так можно офигенно закостюмизировать и покрасить одежду. Так что мне это довольно так улыбнуло. Ладно. Что-то у нас какой-то визард, аое-эффекты. Ну, ддшник только, магический ддшник. Хилинг немножечко есть. Так, что у нас дальше? Это у нас как дебафер больше. Сорсер. Ну да, дебафер. Потому что тут саппорт на троечку, хилинг на двоечку. И сингл-таргет есть. Потом что у нас идёт? Катары. Вот я лично за чувака с катарами играл. То есть как сингл-таргет, немножечко аое-шника. Вот хилинг на двойку это очень удобно. То есть он себя так и хорошо отхиливает. Саппорт есть. Ну и эвейшн, я максил. Потом брал субклассом вот это вот. Баттл-боу. Сейчас аое-таргет, сингл-таргет, эвейшн, саппорт и дефенсив. Потом у нас течи. Это какой-то чувак с гигантским мечом. Сингл-таргет, эвейшн, аое-шник. Ну сингл-таргет, эвейшн очень большой. Я думаю взять течи. Давай попробуем. То, что он сингл-таргет, эвейшник неплохой. И эвейшн тоже не такой уж фиговый. Вообще я хотел... Блин, я даже не знаю, столько классов, меня это в играх бесит. Знаешь, как я... Разрывались мои глаза, когда я делал себе в аркейдже. Класс, это вообще пиздец. Там 154 что ли. Какого пета брать? Пета, ну ты сам смотри там по статам. Я ещё до пета не дошёл, я ещё себе класс выбираю. Да я вообще в этих статах не разбираюсь. Ничего кроме химинга и саппорта я не понимаю. Дефенсив, защита. А, ну да. Сингл-таргет, удар по одной цели. Ария, это... Ария оф эффект, это АОЕ. Удар по разным целям в области. И вейшн, это уклонение. Так, я не знаю, кого взять. Такое разнообразие, чёрт возьми. Ладно, возьмём... Возьмём вот это вот. Буду чувака с мортирой делать. Ну, возьмём пета, который хилит. А, хилищего, я тебе скажу, но он так себе. Но он саппорт неплохой, да, он отхиливает. Но он отхиливает, там вешает на тебя баф, который персекунд... Персекунд регенит тебе хп. Слышишь? Ммм, нормально. Но там... У меня лично сейчас он 64 в секунду регенит хп. Но это мало вообще. Нужно её прокачивать. Так, чё это я заговорился? Боже мой, что за еблище? Ладно, сделал какого-нибудь пафосного. Да почему у меня розовые глаза? Ой, розовые волосы. Синие будут. Во, заебись. Слушай, ничего так выглядит. Ну как-то странно, но ладно, сойдёт. Мортирож синяя, значит он синий будет. Так, скингтонс. Так, назовём его... Лутос. Да. Чек. Чек, я чертенейм из-за рэдидзи... Чё, блядь? А, мне кажется... Блин, у меня есть же такой персонаж на другом Айхе, нет? Да, нет. Я чертенейм, блядь. Окей. Мистер Лутос. Я гениален. Конфирм. Так, и я возьму себе... Ну, блин, не знаю, может тоже хилищую взять? У меня хилинг, конечно, есть немножечко, но... Я тоже не знаю, всё брать, я ещё не выбрал. Единорог, он... Так, ну, начнём с этого. Так, самый первый, это кто у нас? Это... Ну, так, во-первых, тут петы называются Айдалонами, и их очень много. Их очень реально много. Я сам когда увидел, просто офигел. И почти они все убиваются в танжах, как я понял. Так, начнём вот с этого. Данный Айдалон, он как танк выступает. Он... Дефенс в троечку, эвэйжен в двоечку, ну и сингл-таргет. Потом второй, это как хилинг и саппорт одновременно. Ну, он дамажит мало. Ну, как мало? Сейчас у меня он дамажит по 5-6 тысяч за каст. Ну, 34-го левела, что ли, этот бед. Дальше дракончик. Он как у нас дальник, дамажищий, по сингл-таргету. Ну, и много дефенза, и много шка-ао-ешки. Потом вот тот единорог, это получается у нас как эвэйжен. Он как ассасин, такой единорог-ассасинчик, назовём его так. Так, ну ты кого берёшь? Я не знаю. Просто, чтобы взять разных для интересности. У тебя вообще на классе есть хилинг, нет? Нет, наверное. Ты, блин, посмотрел бы хотя бы, у тебя вообще хилинг есть. Да, есть. Немножко. Однозвёздочка. Ну, тогда не знаю, кого будешь брать. Просто, чтобы разные были для интереса. Может, танка возьмёшь? Я хотел дракошу взять. Не, ну возьми дракошу, почему нет? Ладно, я беру дракошу, ты тогда бери. Окей. Я тогда буду бафать через это. You're the character in the discovery. Да-да-да, character создаём. И вот что найти. Это такая жесть вообще. Так. Это у нас, как сказать, обучение. И мы сейчас, оно типа у каждого своё. Не обращай внимания, сколько у тебя хп. Это... Так, просто сейчас. Так, ренадёр, чё это такое? Message from the country. Solar to me. Блин, ещё понять, что это такое, чёрт возьми. Я не играл за этот класс. Так, блин, блокмаркет. Ну, блин, я это всё помню. Я вообще помню все квесты 43. Так, одеть. Мортира. Какая пафосная мортира. Мне, кстати, её... Мне, её статы нельзя посмотреть даже. Так, нужно расположить интерфейс, как мне удобно. А мне так немножечко неудобно. Вот тут бафы на полэкрана бесят, вот сверху. Потому что, когда вот у меня сейчас... У меня почти вот верхнюю ленточку занимают все бафы. Когда начинается война. Потому что там бафают меня эти, как там их... Меня бафают мои ожерелья. Меня бафают мои перки и всё остальное. Это очень неудобный скин. Ага, всё, погнали? Всё, погнали. Я настройках погнали. Но я пока прохожу обучение. Можно сделать чат более видный? А то ни хрена не видно, что там пишут. А, чат более видный? Я не знаю. Но я просто... Он был непрозрачный. Я тогда просто навёл мышкой и всё. И он стал непрозрачным. Потом навёл, немножко потом убрал. Но я лично не использую. Ну как, блин, как сказать? То есть... Там же всё равно американцы полякают. Так что... Я не знаю, как чат сделать непрозрачный. Я не парился насчёт этого. Не, ну было как-то... Я ходил в пати. Но... Там что, просто договорились убить босса и всё. И по-быстрому разбежались. Так, где ты кто? А? Где ты кто? Так это обучение. Оно у каждого своё. Ну ты понял? Тут, кстати, ходить на ВСД, если что. Ну можно и мышкой. Тут ещё, кстати, система автопути есть. Просто вот справа на квест нажимаешь, он сам идёт. Ну, до мобов. Мне это, если честно, нравится. Потому что бесит вот так вот, как сказать, бель. Да тут без автопути фиг вообще чё найдёшь. Так, это у нас, значит, станющие. Это как это ещё станющие. А чё мы вообще не имеем? А ещё, чё мне понравилось, то что тут... Есть смысл брать дальников. То есть, когда вот вы начинаете отходить, и моб по вам замахивается, он может промахнуться. Ну как промахнуться? Он и так промахнётся, если вы вовремя отойдёте. А ещё на земле появляется иногда красная такая полоса. Ну или ауешный такой эффект. Красный такой. То есть, значит, туда сейчас моб что-то кастанёт. Поэтому можно... Как моба выбрать? На лёгком мыши. Просто... Нажимаешь на него. Не, ну там только один моб там. В реке стоит такой чувак. Сильный, типа. Типа сильный? Типа сильный. Типа сильный. Он думает, что он сильный, но на самом-то деле всё не так. Блин! Нельзя от него далеко уходить, я забыл. А-а-а! Он же обновляется, бесит. Ну и где ты, чёрт возьми? Моб. Гигантский моб. Давай, посмотрим, на что ты способен. Прыгать можно, а тут даже двойной прыжок есть. Да, но только тут почти везде невидимые стены, не поверишь. Я не понимаю, зачем делать войной прыжок с ними невидимыми стенами. Это просто феерично. Ой, сейчас только заметил эти ограждения, которых же раньше не было. Не показалось. Так. Чё хотел посмотреть? Ага, только на четвёртый. Какой-то опять супер-мега-босс-демон. Kill, does there. Kill, kill. Kill him. Bitches. Неплохо, неплохо. Я вот только не знаю, как получится тренадёр с бардом. Но посмотрим, посмотрим. Это же всё довольно интересно изучать. Значит, я тут воюю, а они стоят там, ничего не делают. Никак ничего не делают, они тоже воюют там. Они же тоже дерутся только с другими мобами. Ну, знаешь, когда я снял половину хп последнему боссу, они только начали драться с такими мобами. Ты дошёл до этого, до Shadow Knight, нет? До демона до какого-то я дошёл. Нет, ну дальше там Shadow Knight будет. Типа, его на протяжении всей игры. Кстати, история, ну как сказать, не сказать-то, что прикольная, но она такая запутанная и довольно интересная. Если вы, конечно, знаете английский. Я буду пропускать диалоги, потому что, во-первых, читать это всё, переводить, как бы, это же всё нелокализировано. И у нас вообще не издаётся в России. Он всех убил. Они просто исчезли. Но он убил их всех, там же огонь теперь. А, ну да. Такой феерично зашёл у всех игроков. Кстати, вот видишь у нас там левел в вопросиках, да? Это как бы пока что ещё, ну типа, предыстория, но это понятно. Но я почему-то видел двоих чуваков, у которых тоже левел в вопросиках. И они ходили в вопросиках. Маши-то зла! На троечку нажимай, там типа у тебя теперь с твоим чаром, ну с этим. Я буду называть их эйдалонами. Стараться. Вообще я их буду называть петами. Короче, с твоим... О, удушение Дарт Вейдера, точно. Эпичное удушение Дарта Вейдера. Офигайся, я скилл дэмэдж 590 тысяч. Угу. Я тоже, знаешь... Я скатываю это очень быстро. Потому что, понимаешь, когда я увидел все вот эти вот цифры, я такой, нихуя себе. Я просто... Какими-то говно клинками, без брони. Отлично. Он у меня окрелся. Так, типа... Это сон. Ну, в общем, наш персонаж показал, что это сон. Нажимай в диалогах скипп, ты где, Крис? А, вот. Так, стой на месте. Так, адада, инвайт, тупати. Тебе вообще не тяжело эту хрень носить? Да нормально, она мне за спиной, видишь, нормально так сидит. Ну всё, смотри, как тебе... Стоит твоя за скриншоте, стой, мне нужно за скриншоте. А как, кстати, интерфейс убрать, вот это мне интересно. Сейчас мы полазим по интернету, по быстренькому. И мы продолжаем. Мы приплыли сюда на волк. Да. Давай роллиплейте. Так, стой. Так, тут краб смотри. Крабик. Так. Ох, вот мы и прибыли. Ух, порт Скандия. Вот и мы. Наш дом вообще, он на тех островах. Да-да-да, мы там живём. Но мы до них не сможем добраться, потому что наша лодка сломалась, там краб под ней. Он пробил всё днище, и теперь мы не можем идти. Так, я случайно... Днище, и теперь мы днище. Да, я случайно отметку. Так, всё. Нажми справа, там толкая... Ну вот, видишь, типа там, где... И чтобы автопуть включился. Ага, ты не смотришь. Ты даже думать не надо. Включил автопуть и беги. Не знаю, типа, параграда. Хоть я в него не играл, но и видел. Ну да. Не, в параграде там всё на автомате. Там вообще не нужно думать. Ну да. Там, знаешь... Там просто автобой, автопуть, автофарм там даже есть, не поверишь, прикинь? Капец. Ты просто встаёшь на локации и нажимаешь автобой, и всё, он сам фармится. Но там, конечно, не за счёт фарма. Там за счёт выполнения квестов уровень получается. Там просто так не особо пофармишь, там по данженам бегать надо. А, ну я ещё, кстати, не показал. А, у нас ещё нет беда, я не смогу ещё показать. Бед будет доступен на девятом уровне. Ты идёшь? Ага. Так. Ну и как вы видите, тут вот это... Многие всякие функции доступны только с определённых уровней. И как бы выбор второго ещё субкласса, назовём его так, он только на сороковом. Просто нажимай автобус. Потому что... Мне понравился основной геймплей начинается с сорокового левела, когда открывается эта башня. Я, конечно, ещё в ней не был, но я вот думаю туда пойти. Но в одиночку там нечего делать. Это я точно знаю. Ну, вдвоём мы там всех откидаем. Вот думаю, что для некоторых квестов нужно минимум три человека. Там просто есть квест такой, где нужно активировать типа три кристалла, но это босс такой. Он есть на самом... Я думаю, ещё кого-нибудь. Ну, американского найдём, несложно. Вот одного ещё в пати пригласить. Потому что людей, я заметил, довольно много, кто рыбает. Потому что постоянно кто-то уходит. А не как в линейке сейчас, докажишь? В линейке сейчас там. Ну, хотя сейчас, вроде бы, там вот это последнее обновление. Локации все возвращают в былое русло, скажем так. Видишь, эти вот значки Хайден Квест? Зелёные, да? По карте нажми M. Это всё квесты, которые... Ну, это не квесты, это люди, которые смогут дать тебе определённые ингредиенты для графта, для создания еды и всего остального. То есть всё довольно запутанно. Я даже до сих пор не разбирался с этим. Ну и, как всегда, начинается с питья каких-то кроликов. Знаешь, у меня какие-то невидимые люди и невидимыми мечами долгят кроликов. Ты чё, выключил? Ха. Ты будешь включил. Так, это он нам в деле, я даже... Я не могу с ним говорить, у меня пинт, походу, скаканул. Ааа, блин. Нет. Можешь их на автоприменение поставить, и при 20-20% ХБ нормально будет. О, наконец-то. Блин. Процепт. Так, я буду вкачиваться. Ты будешь через Крид и Дамэдж? Ты как будешь идти? Я буду через Макс Дамэдж плюс Дефэнс. Ты будешь... Да это будешь не Эвэйзен, а Дефэнс вкачивать. Или у тебя классный Эвэйзен. А, ты же Ассасин, точно. Значит, тогда, вот там, где нажимает это окно персонажа, ну... А, надо было скилы ещё качать, да? На С-черек. Перед тёмкой боевать? Нет. На С-черектера трой сейчас. Так, да. Чё тут мне качать? Ну, тебе, смотри, чё получается, значит, через Крид и Эвэйзен. Ну, чё, есть, Офенсив качайся через Крид, а в Дефэнсив, в Дефэнсив очки они меньше намного даются. Раз в два уровня, что ли? Или в определённое... Нет, в определённое время. Видишь, там, в лёгом-нижнем углу колонка XP, да? И там такие вниз стрелочки идут. When you gain level, character attack point. Attack point — это Офенсив поинты. Жёлтый — это у нас... А, ну это другой немножечко. Горочные Дефэнсив поинты, они намного меньше даются, чем эти Офенсив поинты. Ну, ты качайся через Крид. Я буду через Дэмэйдж. Плюс Спид, слышишь? Чё-то я прокачал Крид, у меня как было 2.35, так и осталось 2.35. Окей, ну это потом все будет стаккаться. Пока что это вообще ничего. Качайся тогда, не знаю... Дэмэйдж до 10-го левела. Про максимум. Ну, я тактично делал. Я просто за Ассасина не играл, я играл за Чё-то. Можно как-то снять это? А, вот, за 150 монет, да? Тебе нет. А, ещё нету 150 монет. Да не парься, блин. Плюс-минус один этот вкачал, это не сильно страшно. Просто дэмэдж до 10-го вкачаешь, и потом будешь дальше через Крид. Ну, я так лично шёл. Плюс Эвэйджи. Вот мне сейчас нужно будет думать, как качать вот этого персонажа. Потому что, как бы... Я не сильно разбирался в прокачке именно такого черритора. Почему у тебя миссы по-немогу тут? Чё знаю. Мисс. 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 А тебе, кстати, засчитывается, у тебя сейчас, сейчас у тебя засчитался. Да. Нет. Нет? Тебе и тогда другого только. Потому что пока что это низкоуровневое мясо выносится довольно быстро. Вот потом подальше... Пусть пытался взнастилить моба. Совсем уже офигели. Ну чё за счётол? Я вот не знаю, тут это странно, эта система работает. Вот видите, АОЕ-таргет сейчас был. То есть этот хотел постануть на меня какую-то хрень. Но я настолько эпический, что даже не решил убегать. Так, тебе ещё кого нужно убить? Всё, ум. У меня и вот этого ещё нужно одного. Всё. А, ну вот, теперь разветвление. Вот это вот уже намного интереснее. Я тебе говорю, получение экспы и получение... Ну, и шанс дропа, может даже не качать. Видишь, что у тебя на экране сейчас там появилось? Чё, где... Так, начинай. Ну зайди в Characters, и там будет Enjoy Fires сверху. Эдвой. Где есть одно очко сейчас? Нету. Уровня нету как бы. А почему? Не знаю. А тебе сколько на новое лево? Ээээ, 3%. Вот тогда. В mobile где? О. Да. Теперь, короче, качаешь Ну, думаю, через что тебе? Через... Ну, мне, скорее всего, уменьшение кулдауна Плюс диздэмэйдж Тогда лутрейт и получение экспы Никогда не качай Это нафиг вообще не нужно Потому что такие, так сказать, редкие очки Тратить на такую фигню даже не надо Я думаю, тогда так же через крит Будешь качаться и дэмэйдж У тебя видишь, там вот этот верх у крит идет То есть, когда вы прокачиваете... Не, у меня вверху дэмэйдж, лево крит Ну, значит, качайся в крит пока что И там в конце еще, кстати, скиллы есть Видишь, в самом верху? Тут вообще мне очень нравится Довольно вот эта система прокачивает Как бы мы прокачали, на следующем уровне У меня откроются еще вот этих вот 3 рядышка То есть, которых я прокачал Так сказать, система такая открытие неплохая Почему, кстати, сейчас дэмэйдж у меня вообще не качается? И крит тоже не максится И спид тоже У меня только спид повышается Блин, я не знаю, что это за хрень какая-то Ну ладно, не суть, это все потом плюсуется Сейчас, если я с горшкой качаю Вообще, мне, по сути, не обязательно так много бегать, но... Так, а куда мне сейчас... А, дровишки нужно пособирать Собирай дровишки, Крис Ага, ну зачем у меня дрова? Кого-то сжечь захотел? Это поджигатель 228 По 100% ведьму сжечь хочешь Ты думал, в такой игре не должно быть ведьм? Ну, магички же есть Ну, визарды Визарды Я собрал уже, ей доставать Ты сегодня на карте не отмечаешься, в общем-то Это очень странно как-то Для MMORPG то, что твои люди в пати не отмечаются на карте, это очень круто Так, нам нужно теперь, как я помню, разбудить чувачков Ага, молотом таким, блин Логично Ты знаешь, ему, смотри, сильнее мозга будет Не то, что ты его разбудишь Он сдохнуть должен был По сути, да, но... От такого замаха Это же настолько няшная игра, что тут Никто не думает, да Тут все просто исчезают А, окей Ты сдал квест? Да, пошел Что происходит? Дизи Дизи Дизи, дизи Так, чувак хочет Как мы тут оказались? Телепортировались Или нас сюда притащили? Нас же оглушили Сюда притащили Так, гей на тегпоинты Не знаю, почему надо Все это напомнило мне район Ну, потому что Ты не атычет Терра не гонял Эту гонял, но А я почему-то больше напомнил Не знаю, такая же линейная игра пока что идет Ну, в самом начале, в самом Что нам надо в этой бурьке Чего? А, ну, название телопу Да, нам нужно антилопу Очень много антилопу Это мне кажется, в воси какие-то Ну, какой-то какой-то телепортейшн Чего? Да, какой-то скилл телепортейшн Ну что же... А, ну это телепортироваться, скорее всего, в городу В ближайшем Так, рыбок дальше поставлю Это поближе поставлю Да, надо будет со скиллами разбираться еще Потому что какие-то там скиллы Какие-то эффекты вешает потом Это как у меня на том Чувака с катарами Короче, я сначала напрыгиваю Ну, типа, сближаюсь Потом кидаю ему Этот, типа По нему больше урона будет идти Ну, и все Это у нас АОЕшнет, значит, эффектно Ну, я думаю, парики ему тут водить не будем Так что тут он мне особо нужен Скажем так Просто кастовать ему все Чтоб ты начинал носить Вообще В этой игре еще АОЕшники используются Чтоб по вонтарьету Врагу наносить урон Потому что они тоже урона много наносят Поэтому АОЕшник может быть не обязательно АОЕшник Так, ты выполнил квест? Ну, почти Сейчас Сдать надо Теперь Мушрамы нужно собирать Мушрамы Ага А я нажал на... Ну, когда надо было быть антилоп Нажал на эти пучки И мне К грибам привело Нажал, и меня привело к грибам Нормально Вау Подожди ты Ладно, забыл Я выполнил квесты С грибами Так, сдаю Сдал Левел ап Так мне еще эти поинты и не дали А, так вот Будем качаться через демидж Скорость Хотя, блин, крит можно, конечно, качать Еще тоже мне, но такая себе И так мартирщик, но так демидж очень большой Вносит Поэтому надо еще больше демиджей Там от крита ничего зависит Тупо не будет Так, надо выпить Протрезвеем Давай Справа нажми на эту фигню Ага, протрезвели Ему упал Протрезвели Так, теперь нам куда О, теперь нам этот дали Полет Подпрыгиваем и на F1 Я себе поставил, кстати, на F1 Хоткей сверху Потому что Ctrl-1, Ctrl-2, Ctrl-3 Нажимать не очень удобно Я себе тупо хоткей переставил Что не F1, F2, F3 Ну так мне лично удобно получается Воевать Че, идем? Дальше? Так Как переставить? Настройки System settings Keyboarding И снизу есть хоткей Хоткей C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 Но у меня только до C5 изменено Мне больше особо не надо Тут почему-то F1, F2, F3 уже используется Да и посрать Я действительно как-то парился Так Тебе больно будет? Хм Туууууум Мне походу тебе кофе вообще Т .... Да тебе кофе Туууууум Подпрыгиваешь, потом на этот полёт нажимаешь, он вот так вот немножечко летит, типа такой, как не вшибенный. Лучше пешком, тупо, автопутём дойдём. Так, мы уж 31 минуту снимаем, давай на этом пока что закончим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока и хорошего настроения. Няшная довольно игра, но только, знаешь, это только поначалу такие монстры довольно такие милые, которых убивать неохота. А потом, на нахуй, крокодилы, всякие мутанты и всякая остальная непонятная фигня будет. Ладно, всем пока.